Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой муж очень ревнивый человек, я не знаю, что с этим делал. Сижу постоянно дома, поводов никаких нет. Пошла к подруге, сказала, что внук к пить ей немного задержалась, так как живем в большом городе. Начал говорить, что больше никуда не пойду. Потом уехал к другу на день рождения, приехал и начал говорить, что я кого-то сюда привозил, пока его не было. Такое бывает, но не часто. В основном он хороший, меня все устраивает. У нас все это объясняет тем, что я девушка должна сидеть дома. Я не знаю, как им объяснить, что я не гуляю где-то, если я выхожу, то к подруге или по делам. Смотрите, ситуация здесь следующая. Во-первых, поскольку вы говорите, ну, по сути, прямо о том, что вас все устраивает, кроме этих моментов, то я думаю, что в первую очередь это вопрос вашей личной ответственности за ту реальность, в которой вы живете, за ту реальность, в которой вы находитесь, за ту реальность, в которой вы сами себе создали. То есть если вы допускаете, если вы допускаете, что человек может сидеть дома, например, только потому, что он, скажем так, обладает или принадлежит к какому-то гендерному, так скажем, классу, то есть вот, например, вы девушка, и вы должны сидеть дома, вот, потому что вы девушка. Вот. Если вы так считаете, если вас все устраивает, то вам нужнее и принять ответственность на себя за то, что вы сами выбрали себе такую жизнь. Нравится вам это или нет. Потому что мне кажется, что, ну, если бы вам не нравилось, то вряд ли вы бы стали, ну, условно говоря, да, такой жизнью жить. Вот. А раз вы такой жизнью живете, раз вы для себя допускаете это, раз вы допускаете для себя такую вот, ну, такую модель поведения со стороны, ну, мужчины, мужчины, да, со стороны, со своей стороны, если вы допускаете, если вы допускаете такое, такое вот, что, грубо говоря, ну, позволяете, насчет, себе роль, сидящей дома, значит, вы и человека выбрали себе соответственно. Или, правильно сказать, соответствую, соответствую, еще. Вот. А сейчас ситуация похожа, что вот вы выбрали человека, да, с которым вы были бы, грубо говоря, как, как за каменной стеной, вот, вы такого человека выбрали, но вам не нравится, что вас контролируют практически все партнеры, которые, которые, ведут себя и позиционируют себя как те, за кем я, как за каменной стеной, почти все партнеры обладают ревностью. почти все партнеры такого плана не допускают какого-то, какой-то свободы. И вы сейчас говорите по большому, по большому счету, что я выбрала себе человека, с которым хочу, да, быть как за каменной стеной, ну, вот, хочу я быть человеком как за каменной стеной, устраивает меня то, что он вот, ну, вот он такой, устраивает меня то, что он за меня принимает какие-то решения, устраивает меня то, что я сижу дома, но не устраивает меня, что он не позволяет мне выходить из дома и подозревать меня в измене. Вот. То есть по большому счету, по большому счету, вы сейчас сталкиваетесь с неким разочарованием от своего выбора. и как бы ну в этом смысле как бы говорить что а мне уже не нравится теперь мой выбор, я хочу теперь по-другому. Вот. Мне нужно больше свободы. И требуйте от мужа этой больше свободы. но муж-то ваш остается тем человеком, который вас условно говоря контролировал. Муж-то был и остается человеком, который выступает в роли того, кто ну кто условно говоря несет за вас ответственность. Понимаете? Штука то все. А вы ему сейчас условно говоря транслируете такую мысль что недорогой ты должен быть другим. А он естественно как бы от всего это почему я должен быть другим. Вот. И вот это позиция ваша позиция жертвы как обозначил ее мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович она здесь тоже присутствует. Давайте подумаем давайте подумаем подумаем как вы реагируете на то что ваш что муж вас обвиняет в том что вы там не знаю ну например изменили ему как вы реагируете на то что муж вам говорит что вот ты у кого-то там значит приводила домой пока меня не было вот как вы на это реагируете давайте подумаем давайте подумаем как вы на это реагируете какие чувства у вас это вызывает поправьте меня если я не прав но по-моему вам это не очень нравится а это значит скорее всего что та роль которую вы выбрали вам не слишком подходит это означает что та роль которую вы на себя приняли она вас в какой-то степени стесняет и вы либо либо вы примете это то есть вы либо примете то что эта роль вас не устраивает или вы продолжите себя обманут если вы заметили я не говорю о том чтобы принять это как вы думаете почему почему я об этом не говорю ответ достаточно простой потому что если бы вы могли принять то вы приняли это довольно просто для меня выглядит это довольно просто но вам придется столкнуться с потерей опоры ведь вы в своем муже судя по всему опору именно видите и ищите судя по тому как вы описываете ситуацию вы видите в нем именно именно это именно опору а значит вам сложно полагаться на себя значит вам сложно опираться на себя и на мой взгляд наша задача как психологов заключается именно в том чтобы помочь вам научиться на себя опираться чтобы помочь вам я конечно не знаю чего вы хотите я конечно не знаю на что вы рассчитываете потому что вы даже ведь не даете никакого вопроса вот то есть вы не спрашиваете ничего у нас у психологов вы только лишь жалуетесь по большому счету на своего мужа вот поэтому давайте для начала сформулируем запрос для начала сначала мы сформулируем запрос чего вы хотите потом мы скажем чем мы можем вам помочь потом мы скажем что мы можем для вас сделать а дальше вы уже сами для себя решите хотите вы или не хотите вы в том или ином направлении двигаться я имею ввиду направление которое мы вам предложим постарайтесь для себя этот момент решить почему я обо всем этом говорю сейчас я говорю обо всем этом потому что знаю что человек который реагирует на ревность своего партнера так как вы себе не уверены я знаю что человек который реагирует на контроль своего партнера так как вы боится некоторых совершенно определенных вещей и я знаю что ситуация в которой вы оказались для вас имеет выгоды вторичные выгоды в том числе я знаю что отказаться от этих столичных выгод вам будет сложно поэтому давайте сразу на берегу как говорится определим ваши возможности определим ваше желание постараемся определить то чего и как вы хотели бы что и как вам нужно и посмотрим можем ли мы вам это предоставить предоставить можем ли мы вам это дать я имею ввиду конечно же то чего вы хотите вот потому что если вы хотите например чтобы ваш муж вас принял чтобы он допустим перестал вас ревновать к примеру и так далее вот если вы хотите этого то могу вас уверить что этого не будет до тех пор пока вы ведете себя так как ведете у вашего мужа просто нет мотивации у него нет и не будет мотивации вести себя иначе потому что вся ваша реакция подкрепляет его модель поведения как бы говоря ему что то что ты делаешь правильно и подкрепляет его модель поведения ваше поведение ответное а может быть ваше поведение входящее тут сказать однозначно сложно нужно разбираться но в любом но в любом случае в любом в любом в любом случае я надеюсь что вы для себя выводы сделаете да ревность это нарушение личной границы как вам совершенно справедливо другой мой коллега заметил ревность это действительно нарушение личной границы но ревность является нарушением личной границы Не случайно, ревность является нарушением личных границ, потому что человек, то есть вы, позволяете эти самые личные границы нарушать. И вопрос заключается в том, хотите ли вы дальше, чтобы так продолжалось, то есть хотите ли вы, чтобы и дальше ваши личные границы нарушались. Если нет, то в таком случае вам имеет смысл начинать над собой работать. Могу вас уверить, могу вас уверить, что муж ваш вряд ли этим будет доволен. Могу вас уверить, что мужу не понравится то, что вы обретаете, скажем так, некоторую независимость. Он будет всячески пытаться вернуть вас обратно. Потому что такой он вас выбирал. Такой он вас хочет видеть. Не нужно думать, что человек плохой. Нет. Просто сейчас вы видите другие его стороны. И эти стороны вам, естественно, не нравятся. Вам нужно принять решение по поводу того, как дальше будет складываться ваша жизнь. Будете ли вы идти по своей жизни самостоятельно? Или будете все время оглядываться на кого-то? Надеюсь, ожидаю, что вы сможете что-то кому-то объяснить. Но подумайте вот о чем. Если вы пробуете кому-то что-то объяснить, то, простите, зачем вас в таком случае понимать? Для чего вас понимать? Что, условно говоря, я выиграю от того, что буду вас понимать? На мой взгляд, ничего. И в глубине души, скорее всего, вы это понимаете? Не хуже меня. Ну, может быть разве что только признаться себе в этом боитесь. А ключиком к проблеме является ваше чувство вины, которое вы испытываете, когда ваш муж обвиняет вас в ревности. Ведь, скорее всего, вы согласны с тем, что он вам говорит. Скорее всего, вы допускаете его правоту, раз пытаетесь ему объяснить, раз пытаетесь отстоять, что называется, свое какое-то право. Право, например, на то, чтобы быть собой. Право, например, на то, чтобы делать то, что вы хотите. Право на свободу. Еще очень важный момент заключается в том, что любая ревность, если она получает подкрепление, если она получает развитие, любая, любая ревность становится сильнее со временем. И все больше и больше требуется усилий, все больше и больше требуется действий для того, чтобы, условно говоря, ревнивого человека успокоить. Это образ будет требоваться все больше и больше сил, ресурсов, энергии, действий, чтобы вашему мужу было спокойно. Ну и совершенно очевидно, что там, где вы все это будете делать, и ему, например, на какое-то время будет хорошо, вам почти всегда будет плохо. Потому что себя-то вы будете зажимать. Ну и, по большому счету, вы оказываетесь в непростой ситуации выбора. Или вы выбираете более определенную, но куда менее свободную жизнь, например. Или вы выбираете более свободную, но менее определенную жизнь. У каждого действия, у каждого выбора, если угодно, будет своя цена. То есть вам, так или иначе, придется какую-то цену заплатить. И вопрос заключается в том, к чему вы больше склоняетесь. Чего вы больше все-таки хотите. За вас это решение не примет никто. Пытаться изменять вашего мужа, как справедливо сказал мой коллега, бесполезно. Он не изменится, он такой, как он есть. Его все устраивает. Ему все нравится, ему все подышает. Вас не устраивает. Что если я скажу, что то, что происходит, это в том числе и ваша ответственность. Что вы брали на себя за эту ответственность, когда, например, соглашались с тем, что должны сидеть дома. Вот понимаете, если вы согласны с этим, я могу с уверенностью сказать, что у вас есть шанс изменить свою жизнь и жить лучше. Если вы не согласны с этим, если вы считаете по-другому, если вы думаете, что это не ваш ответственность, если вы соглашались, например, на что-то другое, тогда вы находитесь несколько дальше от изменения своей жизни. И предстоит пройти более, я бы сказал, более, ну, может быть, не трудный, но более долгий, что ли, путь. От этого менее интересным он не становится. Просто ресурсов больше вам понадобится, но менее интересным путь от этого не становится. Таким образом, как, я надеюсь, вы понимаете, вам нужно выбрать себе психолога и начинать индивидуальную работу. Только так можно вам помочь. Только так можно реально внести изменения в вашу жизнь. И в первое время, да, будут конфликты. В первое время, да, будут определенные проблемы. Это правда. Но вы станете свободнее, и вы дадите своему мужу возможность быть свободным тоже. Это, конечно же, риск. Стоит ли это того или нет, решать только вам. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду вам благодарен за обратную связь. По нему это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!